МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 1-й карагандинские новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители Караганды с опаской приобретают мясо. Там предприниматели терпят убытки. Тем не менее, областные власти заявляют, что сибирской язвы в нашем регионе больше нет. Увеличить поголовье молочного скота к 2020 году до 25 тысяч голов. Такую задачу областные власти поставили перед карагандинскими фермерами и областным управлением сельского хозяйства. Смертельные несчастные случаи на воде. За последние три дня на водоемах Карагандинской области утонули 3 человека. Обо всем более подробно. Вспышка сибирской язвы не прошла бесследно. Жители Караганды беспокоятся за свое здоровье и поэтому с опаской подходят к выбору мясных продуктов. А предприниматели терпят убытки из-за слухов о зараженном мясе. Сегодня глава области Нурмухамбет Абдебеков провел онлайн-совещание с министром сельского хозяйства Оскаром Рзахметовым, где рассмотрели новый план по поражению опасной инфекции. Теперь, что касается будущего, чтобы не плодить этих скотомогильников, нам нужно принять решение. И мы предлагаем здесь купить инсенераторы, сжигатели трупов на колесах. Потому что, вот говоря нашей коллеге, в частности, в Матравской области, Нурлан Асхаш, да, есть там проблемы. Если это будет инсенератор стационарный, то там на самом деле есть проблемы. А мы сейчас видим, что эту проблему можно решить. Но, несмотря на меры предосторожности, жители Караганде опасаются за свое здоровье. Приходя в магазины, стараются обходить стороной прилавки с мясом. А если покупают, то только у проверенных продавцов или уже у знакомых. Рассылки и сложные информации о заражении продуктов питания распространились очень быстро. Меруэр Жорзбекова не покупает баранину и говядину уже около месяца. Беспокоится за здоровье своих детей. После того, как начала распространяться информация, перестали брать даже молочную продукцию, говорит женщина. Вот в морозильнике у нас исключительно мясо куриное, либо сосиски. Лучше не рисковать, я думаю. Как бы мясное вообще как бы не очень приветствую. Единственное, если это конина. Канина это супер, это хорошо приветствую. Все остальное не очень люблю. И птицу. Сейчас вообще ничего не беру, кроме птицы. Ничего больше. А почему? Не верю ни тем, ни тем. Нет, мясо мы не покупаем. Ни в магазинах, ни на рынках. Я предпочитаю брать мясо только у родственников из Каркаралинска. Эта ситуация больнее всего ударила по карманам продавцов мяса. Однако рестораторы существенного оттока клиентов не заметили. Администратор одного из ресторанов Караганды, Лидия Готман, считает, что это потому, что их поставщики надежные. Я считаю, что не нужно подаваться этим провокационным каким-то таким сообщением. Продолжать жить, как жили. Естественно, желательно покупать мясо у проверенных, у каких-то там левых магазинов. На рынке я тоже считаю, что там идет СЭС, проверяется обязательно. Нормально жить, продолжать жизнь, какой жили всегда. Стоит помнить, что бацилла сибирской язвы может выживать в любых условиях сотни лет. Когда-то еще в СССР считали, что ее можно не опасаться по истечении 10 лет, потом 50, потом целого века. Сейчас ученые утверждают, что вирус может стать причиной эпидемии по истечении 200 лет. А сердце Замбаева и сломбекоспан Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Три человека, в том числе 10-летний ребенок из шести ранее госпитализированных с диагнозом сибирской язвы, выписаны из областной инфекционной больницы. По словам врачей, при поступлении состояние пациентов было средней степени тяжести. При осмотре на теле были кожные проявления в виде язвы. Напомним, в середине июля с диагнозом сибирская язва 8 сельчан, в том числе один ребенок, были госпитализированы в областную инфекционную больницу Караганды. Двое зараженных инфекционным заболеванием скончались. О текущем состоянии выписанных рассказала заместитель директора по лечебной части. На сегодняшний день у нас в стационаре с диагнозом сибирская язва кожная форма. На сегодняшний день находится шесть человек. Трое из них сегодня выписываются домой в удовлетворительном состоянии. В Карагандинской области необходимо развивать производство молока с тем, чтобы уже к 2020 году не зависеть от импортного сырья. Такой целью задались в областном Акимате. На парадном совещании обсудили реализацию государственной программы «Агробизнес-2020». Главная задача нашего региона – ежегодное увеличение производства молока и молочной продукции на 4%. Для этого необходимо увеличивать поголовье молочного скота. На 1 января 2016 года в Карагандинской области насчитывается чуть более тысячи голов молочного скота. В областном Акимате обсудили ход реализации мастер-плана Министерства сельского хозяйства. Руководитель управления Баужан Асанов отметил, увеличение производства молока происходит, однако не во всех районах Карагандинской области. Увеличение производства молока обеспечено всеми регионами, кроме Абайского района, где допущено снижение производства молока на 12%. На отчетную дату рост производства было достигнуто за счет увеличения объемов производства молока в крестьянских и фермерских хозяйствах на 22,5%. При этом допущено снижение производства молока в сельхозпредприятиях на 11%. В производстве молока доля сельхозпредприятий составляет 1%, в крестьянских и фермерских хозяйствах – 50%, а доля личных подсобных хозяйств составляет 49%. Как видно из отчёта, почти половина всего молочного сырья поступает из личных хозяйств. Однако это сезонное явление, заявил руководитель управления сельского хозяйства. И поэтому не может удовлетворить в полной мере нужды молокоперерабатывающих предприятий. Одним из решений данной проблемы является создание молокоприёмных пунктов. На сегодня по области действует 9 молокоприёмных пунктов. Ежедневно ими принимается около 50 тонн молока. В текущем году планируется создание трёх молокоприёмных пунктов в Абайском, Жанаркинском, Шведском районах. Как показывает анализ загруженности перерабатывающих предприятий, необходимо организовать создание молокоприёмных пунктов во всех районах. В первую очередь в Актагайском, Ултауском, Жанаркинском районах, так как самая низкая загруженность в молозаводах городов Джисказган и Балхаш. Всего в Карагандинской области работает 8 молокоперерабатывающих предприятий. Суммарная мощность составляет 74 тысячи тонн. Загруженность местным сырьём – 62%. Но это летом, зимой ещё ниже. Бауржан Асанов заявил, что необходимо создавать молочно-товарные фермы с приобретением племенных молочных коров. Глава региона дал ряд поручений. Обеспечить выполнение всех индикативных показателей – мастер-плана. Раз мы взялись за эту работу, то мы должны сделать её результативно и добиться тех показателей, которые мы сами себе в качестве планов утвердили. Андрей Дэна, Ужас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путём проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. 10 лицензий на сегодняшний день завоевали 13 карагандинских спортсменов на участие в 31-х Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Всего в списочный состав на завоевание Олимпийской лицензии входило 27 спортсменов области. На сегодня Карагандинская область представлена в республиканской сборной в следующих видах спорта. Синхронное плавание, женская борьба, бокс, дзюдо, гребля академическая и лёгкая атлетика. Кроме того, две лицензии заработаны на Паралимпийские игры. До начала этого спортивного праздника не так много времени осталось. На сегодня у нас в области имеются хорошие, на мой взгляд, результаты по завоеванным лицензиям для участия наших спортсменов в этих Олимпийских играх. Первый заместитель Акима области Солбек Десюбаев совершил объезд для ознакомления с объектами, прошедшие процедуру легализации. С начала акции в Карагандинской городской комиссии рассмотрено 432 заявления. Легализовано 223 объекта на общую сумму более 4 миллиардов деньги. Первый заместитель Акима области Асылбек Десюбаев ознакомился с проводимой работой по легализации имущества управлениями государственных доходов по городу Караганда и району имени Казабекби. На сегодняшний день по Караганде сдано декларации и легализовано денежных средств на сумму 20 миллиардов тенге. Следующими пунктами посещения стали два объекта, которые уже прошли процедуру легализации. Это легализованное административное здание по проспекту Нуркена-Абдирова, в котором в настоящее время дислоцируется Казакбанк, и спортивный комплекс ЖЭД, расположенный по улице Татимбета. По итогам объезда первый заместитель Акима области Асылбек Десюбаев отметил удовлетворительную работу хода проведения легализации имущества в областном центре, а также дал соответствующие поручения по активизации информационно-разъяснительной работы среди населения области вести особый контроль за работой комиссии по легализации и не допускать нарушений установленных сроков рассмотрения заявлений граждан. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 6 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ДВД. Авария произошла в субботу 9 июля на автодороге Алматы-Караганда в 20 километрах от поселка Гульшат. По предварительной версии причиной аварии стала разгерметизация заднего левого колеса. По данным полицейских, водитель автомобиля «Лексус» допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. По данным факта, материал зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 345, ч. 4 Уголовного корпуса Республики Казахстан, назначенной экспертизой, проводится расследование. В Темиртау в реке Нура утонул 20-летний парень. По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вечером 7 июля. Это не единственный несчастный случай на воде, произошедший в последние дни. В реке Нура на правом берегу Темиртау купалась группа молодых людей. 20-летнего отдыхающего унесло вниз сильным течением. Друг его пытался спасти, но безуспешно. На место происшествия были направлены оперативно-спасательные подразделения. Тело обнаружено днем 11 июля. Отмечается, что молодые люди купались в неприспособленном опасном месте. Водноспасатель сообщает, там сильное течение, а глубина достигает 2 метров. С начала года это уже пятый смертельный случай на Темиртауских водоемах. А 10 июля вечером в Бухаржираусском районе, в селе Тузды, в реке Нура, утонул 18-летний местный житель. В 18.45 поступило обращение о том, что 18-летний молодой человек утонул в реке Нура, возле села Тузды. На место незамедлительно выехал спасательный отряд. В 21.00 водоспасатели вытащили на поверхность тела погибшего. Это уже девятый случай утопления по области с начала купального сезона. А с начала года на водоемах региона утонуло 15 человек. И вновь спасатели просят жителей области соблюдать простые правила поведения на воде. Не купаться в неустановленных местах, не оставлять детей без присмотра и не употреблять во время купания алкогольные напитки. Андрей Теннис, Ламбек Успан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. И последнее. Нулевая ничья. Карагандинский шахтер в матче 20-го тура сыграл с Шимкенским Ордобасы. Несмотря на обилие опасных моментов, мяч ворота сопернику не удалось забить ни одной команде. По сравнению с матчем против Тараза, главный тренер шахтера Йозеф Вукушич внес небольшие коррективы в стартовый состав. Григорий Дубков впервые в текущем сезоне появился в составе оранжево-черных. С первых минут появился также Айбар Нурыбеков. Евгений Тарасов остался на скамейке запасных. Мяч с центра поля разыграли футболисты шахтера, которые не спешили раскачивать неприятельскую оборону. Особо активными в стартовой 10-ти минутке были гости из Шимкента, которые пытались навязать карагандинцам свою игру. Футболисты шахтера организовали несколько попыток завязать опасные комбинации, но постоянно подводил технический брак в завершении. Ближе к акватору тайма футболисты Ордобасы перехватили инициативу. Особенно усердствовал Гогита Гогуа, ставший на данном отрезке одной из главных ударных сил шимкентцев. На 27-й минуте Мухтар Мухтаров сделал дальний заброс в штрафную Горняков, где поджидал Гогуа. Он вышел на рандеву с голкипером шахтера и пытался в одно касание протолкнуть мяч, но мяч пролетел мимо. После перерыва обе команды вышли с серьезным настроем. Решимость Горняков была понятна, да и гости почувствовали, что по-прежнему имеют шансы на успех. Тем не менее, борьбу за инициативу и территориальное преимущество выиграли хозяева поля. Шахтер продолжал массированный прессинг соперника, несколько раз опасно разыгрывая быстрые комбинационные атаки. В последние 10 минут оранжево-черные большими силами шли вперед. На последних секундах хозяева вполне могли открыть счет. Но Фортуна в этот день явно не желала благоволить ни одной из команд. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью 0-0. Следующий матч карагандинцы проведут на выезде, где встретятся с Ак-Тубе. Андрей Денул, Жас Габасов, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Аман Саввобормистер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова